Вот это вот громадное здание, это всё музей Тейт, Бритайн. К сожалению, сейчас во время вируса музей закрыт, но я вам хочу показать, насколько выдумали идею. Вот это вы видите боковой вход. Это дворик, где летом устраивают пикнички. Вот зонтики зачехлены. И вот вы видите перед собой колонны центрального входа. Сейчас подойдём. Тейт, Бритайн. Национальная коллекция британских артистов. Вот объявление, что музей сейчас закрыт. И вот что они придумали. Разукрасили музей всякими арт-объектами. Лампочки. Это лампочки, которые в ночное время начинают загораться и светиться всяко-разно. Вот такая солнечная погода сегодня, поэтому очень хорошо будет видно. Вот такой красивый музей днём. Сейчас час дня в Лондоне. И я вам эту красоту покажу ещё часа через три. Вот центральный вход Тейт, Бритайн, закрыт. И на нём вот такая инсталляция. Вот вы видите вид сзади вот этих арт-объектов, которые будут светиться сегодня ночью. Кругом можно видеть толстенные электрические кабели, которым протянута масса электричества, чтобы это всё светилось, играло и развлекало взгляд обывателей. Вот смотрите, это тигр на парапете. Смотрите, какие сложные конструкции, чтобы всё дело не спёрли. Тут и мотоциклетные цепи, вот видите, и велосипедные цепи, замки. Вот так вот охраняются арт-объекты. Кстати, они уже засветились вот только что. Просто сейчас не видно под солнцем. Вот видите, очень ярко белый светится уже. Вот всё, неон засветился. И ещё чуть-чуть сейчас начинает темнеть, и всё это будет хорошо видно. Часа через три я вам это отсниму, всё по-новой. Вот это задняя сторона музея. На заднем дворе музея Тейт находится памятник Джон Миллэйс. Вот смотрите, солнце начинает закат, и как красиво уже светится Тейт музей. Тейт Бриттон, вот вы видите сейчас перед собой. Прекрасная инсталляция по случаю праздника Дивали. Художница Чила Кумари Бурман украсила фасад Тейт-галереи неоновыми огнями. Дивали – это фестиваль света. Это праздник новых начинаний, торжество добра над злом, света над тьмой. В знак этого праздника везде зажигаются фонарики. Инсталляция получила название «Вспоминая дивный новый мир». Наверху здания вы можете посмотреть эту надпись на английском языке вдоль крыши. Эта световая инсталляция неоновая сочетает в себе индуистскую мифологию, образы Болливуда, колониальную историю и личные воспоминания художницы. Как то вот здесь, например, вы видите семейный фургон с мороженым. Это её пенджабское и ливерпульское наследие, воспоминания детства. В целом вот этой вот композицией довольно-таки феминистской художница пытается поменять образ Британии, символа британского империализма, на Кали, индуистскую богиню освобождения и власти. На колоннах можно видеть богинь, мифологические персонажи. Вот это задняя сторона музея. Ну, просто обошла, чтобы вам показать, как, в общем-то, этот музей выглядит, так сказать, со всех сторон. Эта экспозиция с ноября месяца будет до конца февраля. До 28 февраля. Если вы в Лондоне, то можете сходить посмотреть. Я вот сейчас вам снимаю днём, это час дня. Потом я ещё сниму через пару часов, когда начнёт темнеть, да, чтобы вы увидели композицию при свете дня. и ночью, как это всё выглядит. Конечно, безумно потрясающее зрелище. И вот эти вот 7 минут длинный такой фильм получился, потому что в разное время суток я снимала этот музей. Вот перед собой вы видите на колоннах, видите изображение мифологических персонажей. Художница Бирман, я её, в принципе, не знаю, да, ну-ка, оказывается, она всемирно известная феминистка. И вот таким образом она себя выражает. Она пытается разрушить стереотипы, чтобы создать новую идентичность, выходящую за рамки ограничений, налагаемых на южноазиатских женщин в британском культурном контексте. Ну, ничего не могу сказать по этому поводу. Но я не встречалась с ограничениями, так сказать, в их адрес. Ну, бог его знает. Вот всё, вообще, всё, что вы видите на музее, вот это всё относится к индуистскому празднику Дивали, включая вот эти вот наклейки на ступеньках. Тоже специально подготовлены для этого дела. Принты наклеены. Ну, приятного просмотра. Сейчас день, потом будет вечер, и 7 часов вечера, позднее, что я снимала. Спасибо. Нашлаздайтесь с просмотром. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон